Шаром из Иерусалима Мы дали какие-то беседы, связанные с этой темой Чтобы нам было всем духовно легче и, может быть, даже правильнее пройти этот период Прожить его, изменить то, что нужно изменить Поэтому, я снимаю маску, так как я нахожусь из дома Уже из дома выходить нельзя, нам есть запрет выходить из дома Чтобы был какой-то равновесие, баланс между названием этого коронавируса То мы назовем наши беседы коронавера Сегодня у нас будет первая беседа, вступительная такая Потому что, действительно, главное, что мы должны проверить, изменить, углубить, укрепить Это наша вера Хотя, к сожалению, иногда мы думаем, что вера это дополнение к жизни Человек живет, существует, исполняет Тору, заповеди и так далее И верит У человека есть своя жизнь, работа, забота, и у него есть вера в жизни Иногда он вспоминает об этом, когда есть сложные периоды И вдруг начинает читать тегилим, молиться и так далее А у него есть, вдруг просыпается в нем вера Но наши мудрецы не так объясняют нам понятия нашей веры И вера это состояние человека как бы постоянное Это не вещь, которая вдруг приходит и так далее И жизнь человека, она должна быть его верой Чтобы в каждом своем действии, в каждом своем поступке Он проявлял ту божественную искру, тот божественный идеал, который в нем находится И поэтому, конечно, находясь в таком периоде, когда весь мир охвачен этой эпидемией, этим вирусом То это, конечно, не просто так И на всем человечестве, и на роде Израиля, и на каждом отдельном евреи есть обязанность Правильно пройти этот процесс Всевышний делает такую типулю для улям То есть, как бы он Всевышний управляет миром И он приводит мир к его предназначению И понятно, что это такой глобальный процесс, он не случайный Это отдельный вопрос вообще, есть ли случайность, не случайность И есть у мудрецов наших мнений такого, что Всевышний заложил в этот мир возможность случайностей Сейчас не наша тема, а как он знает, не знает и так далее Но есть такое мнение достаточно глубокое, которое говорит о том, что Всевышний в мире заложил случайности Есть такая возможность Но правило таково, духовное, что такие глобальные вещи То есть, случайность может проявиться в жизни частного человека Но такие глобальные вещи, которые захватывают народы, народы, целый мир Понятно, что это не случайная вещь И мы попытаемся в дальнейших беседах немножко углубить понятие И когда говорят наши мудрецы, что в Мидраше, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир Что Всевышний смотрел в Тору и творил мир Имеется в виду, что он стоял в книге Торы и смотрел там написано И сказал Всевышний будет свет и был свет Имеется в виду, что взгляд на мир через Тору Это взгляд, божественный взгляд То есть, когда мы смотрим на мир через призму Торы Через мировоззрение Тору, через очки такие Торы То мы смотрим на мир так, как смотрит Пытаемся увидеть вот так, как видит Его Всевышний Мы более близки к этому взгляду И поэтому можно увидеть мир в двух аспектах Можно сказать, допустим, произошла какая-то ситуация Между двумя людьми, один другому начал какой-то ущерб И сейчас между нами стоит вопрос денег Сколько денег каждый, кто кому должен, сколько денег И так как мы евреи, то мы идем в Иеретский суд У нас не так давно была отдельная глава Мишпатием Как раз этот вопрос наподнимался Да, вопрос, можно ли заходить в нееврейские суды Нерелигиозные суды, даже если они не еврейские и так далее И наоборот, нееврейские суды, даже если они судят по еврейским законам И может быть вопрос, действительно, евреи Мы два еврея, нас интересуют вопросы, кто кому сколько должен денег И мы полагаемся на Тору, потому что мы евреи Или потому что мы даже думаем, что это самое мудрое решение Но обратите внимание, главным здесь остался вопрос денег То есть меня интересуют деньги И главная моя цель, это деньги получить Только я по тем не причинам иду в еврейский суд Слушаю Тору И это может быть даже неплохо, а хорошо Но если мы идем по этому бедальшу, который говорит всевышний Мудрецы, что всевышний смотрел в Тору и творим мир То получается, что тема она другая Что Тора не пришла, чтобы решить проблему в мире То есть всевышний не посмотрел в мир и сотворил Тору То есть всевышний посмотрел в мир и увидел, что в мире будет в таком-то поколении Между меня и временем проблема имущественных вопросов, ущербов и так далее И он решил эту проблему в тем, что написал в Шуханарухе, в Торе, в Мишне И дал ему Шерабей Но он говорит, что сильное какое-то решение То есть таким образом, если бы это было так Тогда нужно было сказать мудрецам, что всевышний смотрел в мир и творил Тору Что Тора пришла исправить этот мир Она пришла его изменить, все его проблемы, все его конфликты Между мужем и женой, между соседями, между народами и так далее Но мудрецы говорят другую вещь Что всевышний смотрел в Тору и творил мир То есть мир он проявление Торы Это значит, что когда между мной и соседом происходит имущественный вопрос То мы должны идти в суд и спросить мнение Торы у даянов, у судей Не потому что мне деньги важны, хотя мы не пренебрегаем деньгами Потому что я понимаю, что эта ситуация между нами, которая сейчас произошла Это возможность проявить в этом мире высшую мудрость То есть получается цель это не моя ситуация, не мои деньги, не мои отношения с товарищем А мои отношения с товарищем, мои деньги Эта ситуация становится триггером, причиной того, чтобы проявить в этот мир божественную мудрость И поэтому сказано, что когда Санедрин судил И те люди, которые выходили из суда То обе стороны были в состоянии счастья, удовлетворения И тот, кто должен деньги, и тот, кому должны деньги Потому что их цель была не заполучить деньги Ведь тот, кто до денег будет грустным А их цель была, сейчас в мире проявится аспект божественной мудрости через нашу ситуацию И это то, что нас интересует Мы оба счастливы, что мы знаем, как Всевышний думает через Санедрин Как он думает по этому вопросу Поэтому мы выходим из ситуации оба счастливы Варуха Шем, что проявилась в этом мире божественная мудрость Поэтому весь мир, который сотворен, для того, чтобы проявилась Тора То есть Всевышний натурил в Тор и творил мир Мир он для того, чтобы Тора в нем проявилась И Тора, получается, она не приходит исправить мир Она не приходит решить проблемы с моим товарищем Это мы должны решить сами А Тора приходит поднять этот мир на уровень божественный Поэтому Тора не приходит решить на вопросы между мужем и женой Сделать им шломбайт Это они должны сделать сами Тора приходит проявить чину между мужчиной и женщиной Что это вещь, которую они уже сами без Торы уже не могут сделать Это уже божественный как бы этап Поэтому, хотя и раввины дают уроки по шломбайту, семейным отношениям Но это как подготовительные ступени к той ступени Но главное, что мы должны учить, скажем Если бы у нас были хорошие религиозные психологи Они должны были бы этими вопросами заняться Это не вопрос раввинов А главное, чем мы должны были бы заняться Это научить людей, как проявлять в супружеских отношениях Божественное проявление между ними Это вещь, которая уже не касается психологии И для этого пришла Тора Поэтому и ситуация, которая в мире сейчас происходит Как и весь мир Она не для того, чтобы мы здесь что-то там сделали Туда-сюда решили какую-то проблему Нашли вакцину и все изменилось А для того, чтобы мир поднялся на более высокий этап Стал ближе к Торе, стал более проявлять Тору Проблема только в том, что у нас не очень есть Как бы перспектива и картина, к чему стремиться Куда наша вера должна углубиться К чему мы стремимся Есть ступени, которых мы даже о них не представляем К примеру, мы каждый день молимся Три раза в день молитвами иду И там в благословении Четвертом Пятом Мы говорим И вот это выражение Перед тобой Почему мудрецы Именно в этом благословении Вставляют слово Лифанеха Ведь можно сказать Зачем Мудрецы добавили здесь слово Перед тобой То есть верни нас в совершенную, полную, абсолютную чуву перед тобой Так Рафху говорит, что Объясняет эту вещь, да Что Чува шлыма Совершенная чува То есть не только исправить все преступления А вернуться, подняться к тем ступеням Которые скрыты от нас Которые Наша душа Которая мы ее сегодня не ощущаем Не проявляем То есть все то, для чего в себе создал мир Это называется чува К этому вернуться К этому прийти к этому состоянию Кто-то может это представить Что может быть К чему мы должны прийти И что есть человек Поэтому мы Когда так громко просим Верни нас в совершенной чуве Проблема, что мы не знаем, что это То есть, получается, мы просим что Чего мы не знаем И это неверная вещь Человек не может просить того, что он не знает Это не настоящая просьба Это лжесвидетельство Как, к примеру, допустим Мы утром перед Псукедой Зимра Когда заканчиваем говорить Брай Тураби Ишмаэля С 13 правил толкования Торы То мы говорим Будет вежливание всевышней Ще ибане бейтамикдаш Ще ибане бейтамикдаш Ще ибане бейтамикдаш Ще ибане бейтамикдаш бим херавэ ямейну Так что такое ибане Это мы не просим, чтобы ты Ты построил храм То есть Ти вне бейтамикдаш А мы говорим Ще ибане Это как бы пассивная форма Чтобы он построился Почему мы не просим Всевышнего Построить храм Почему мы говорим Чтобы храм был построен Как бы Сам по себе Как бы Потому что У нас нет представления Что такое Есть Действительность Реальность Как бы жизни Когда есть храм Это не наша жизнь И из храм Там там Мы входим Это из пророчества Есть санедрин Есть царь И царь Что Что Как бы Нет Мы сегодня живем И историю Всего лишь Те заповеди Которые сегодня Весь народ Израиля Коины Левиты И женщины Мужчины Могут исполнить Только 270 заповедей Из них Всего лишь 74 По моему Это только Повелительные заповеди То есть Из 248 Повелительные заповеди Только 74 По моему Да Мы можем исполнить То есть Основная часть Тора Не проявляется Еще сегодня Запретов конечно больше Потому что Большинство запретов Они всегда релеванты Те которые касаются Чистоты храма И так далее Имah Мы даже Проявление Тора Не видим сегодня По-настоящему Да Как бы у нас Не так представление Поэтому мы не можем просить Всевышнего Построй на храм Потому что мы не понимаем Что мы просим Поэтому мы говорим Мудрецы нам в такой форме написали Как бы в Israelites В пассивной форме Пашвист torso Итак Поэтому, когда мы говорим о Всевышнем молитве Меда, верни нас к совершенно полной чуве, то мы заявляем слишком высокую планку, чва шлема. Поэтому добавляем фразу, слово лифанеха, перед тобой. То есть, то, как перед тобой, то, как ты, Всевышний, видишь в своем божественном взгляде, прошлое, настоящее будущее, для чего создан мир и так далее, нет перед тобой разницы между временами. То, как ты видишь то совершенное состояние, которое называется, чува шлема, всего мира, народа Израиля, без рата шем, лифанеха, перед тобой. То есть, верни нас к чуву совершенную, как ты ее видишь, мы ее не видим. Поэтому мы должны знать, что мы поколение дней Машиаха, и без рата шем еще будут перед нами дни царя Машиаха. И это два таких периода, да, есть дни Машиаха и царь Машиаха. Люди иногда путают, думают, что должен быть сразу царь пришел. Нет, есть дни Машиаха, Емото Машиаха, сказано мудрецов. Потом есть Мелеха Машиаха и царь Машиаха. Посмотрите, закон Рамбама, законы в законах царей и воин, там есть последние три главы занимаются законами Машиаха. Там эти вещи в том числе объяснены. Так вот, у нас мы находимся в дни Машиаха, перед нами еще есть Машиах, порочество возвращения, храм нас ждет без рата шем. У нас нет представления, как бы, ни что это за ступени, и тем более у нас нет представления, как мы к этому придем. Как быстро, как медленно, сколько времени это берет, это будет естественный процесс, который пока Гиула идет, естественным процессом. Будут чудеса и так далее. Поэтому у нас нет, как бы, этих представлений. И это вещь, которая страшна, потому что иногда мы думаем, мы так в позитиве говорим, придет храм, Машиах, все Гиула там будут наказаны. Но мы с вами в следующих беседах увидим, что это вещь непростая, в этом есть много сложностей. Поэтому в этой ситуации, которая перед всеми нами, она не очень может быть ясна и понятна, и может быть, все как-то интуитивно ощущают, как мир к чему-то идет, а к чему непонятно. Мы пытаемся в наших следующих беседах каждый раз взять какой-то отдельный аспект, и посмотрим, в том числе и порочества, и книги, и так далее. Я вам постараюсь передать то, что сегодняшние раввины здесь, в Израиле, великие мудрецы говорят, и в разных аспектах, может быть. Но есть, может быть, несколько важных вещей, которые мы скажем уже сегодня, которых, может быть, не стоит делать. Может быть, самая вещь, может быть, самая неправильная вещь, которую можно сделать, это человек в любой ситуации, в принципе, он может спросить себя, «А что Всевышний хочет от мира или от меня?» Хотя, это, как бы, нерелигиозный такой призыв, мы все время должны спрашивать, что Всевышний от меня хочет. Но это, к сожалению, ошибка, это неправильный вопрос. Вопрос не просто, на этот вопрос нет ответа, а сам вопрос неверный. Потому что у нас нет представления ни о Всевышнем самом, ни того, чего он хочет, его желание. Так как он бесконечен, а он, его желание единое, как говорят наши мудрецы в книгах, то у нас нет возможности постичь его желание. Поэтому вопрос, чего хочет Всевышний от меня, это вопрос, который изначально у меня нет возможности ответить. И если я найду какой-то ответ, то это будет ограниченный какой-то ответик, и он не будет включать в себя все объяснения. Он не может объяснить, почему люди должны умирать, и мы, не дай Бог, там, злодеи, правильники, евреи, не евреи, не дай Бог, и так далее. То есть я всегда останусь каким-то частичным ответом, и он не удовлетворит все аспекты, тем более он не объяснит мне все жертвы, весь процесс и так далее. Поэтому этот вопрос, он не уверен, откуда я знаю, как я могу ограниченное творение знать, чего хочет Всевышний. Поэтому вопрос, который да, нужно спросить и правильно спросить, это, а что я из этого учу? Как на меня это влияет, как на меня это должно повлиять? Как я могу в этой ситуации измениться, углубиться, сделать чуву? Эти вещи 100% верны, потому что управление Всевышним Виром таково, что оно включает и каждый процесс его конкретного человека. И здесь каждый может принять решение, как он меняется. Каждый может решить, что он учен из этого, как он меняется и так далее. Поэтому этот вопрос никогда не останется безответным, и он всегда будет верным. Потому что если я сейчас решил, что я так меняюсь, то я меняюсь. Я могу еще больше углубиться. Замечательно. Поэтому это гадание, что хочет Бог, если, может быть, более строго это сказать, как бы, да, остро сказать, это наглость. Да, это наглость такая, как бы пытаться сказать, что хочет Бог. Поэтому даже когда мы будем уроки проводить, да, мы говорим, то мы не знаем, чего Всевышний хочет. Пророки нам открыли, торы, пророки, есть какие-то общие желания Творца. Чува, Геулат, там, Здака, Суд и так далее. Это общие вещи, которые мы знаем, но что в конкретной ситуации и так далее, мы не в курсе. Поэтому здесь, как молитва Меда, мы говорим лифанеха. Да, мы еще поговорим про это более подробно, да, мы не знаем. Всевышнему эти вещи открыты. Так, это первая вещь. Вторая вещь, которую человек, к сожалению, в этой ситуации может сделать. И мы поговорим про это более подробно в следующих встречах. Конечно, что есть много мыслей, страхов, неуверенности, растерянности, сомнений и так далее. И, может быть, самая неправильная вещь, которую можно сделать, это попытаться убежать от этого. И это как раз самая большая ошибка, потому что мы не должны от этого убежать. И то, что эти страхи проявляются, не нужно сразу искать им ответов и решений. Ни в уроках, ни в книгах, ни в своей голове. Нужно это состояние, это неуверенность и страх, о сомнении, о будущем, о жизни, о близких, о родственниках. Там, я знаю, о финансовом состоянии, кризисе, который к нам идет и близится и так далее. Когда это все закончится и тому подобное. Наоборот, нужно эти вещи прожить в это состояние. Есть период, который нужно прожить. И эти вопросы нужно их спросить и не убегать от них. Сказать себе, я боюсь, что я умру. Почему это так страшно? И записать себе эти вещи. Даже те ответы, которые вам окажутся нелепыми, неправильными, либо нет ответов и так далее. То есть, не отвернуться, убежать от этого, а спросить их. Я надеюсь, что часть, может быть, ответов или намеков, каких-то направлений мы найдем у наших мудрецов, в наших беседах. Но убежать от вопроса, это неверно. Нужно набраться мужества, повернуться и спросить вопрос. Я боюсь финансового кризиса. А что меня в этом пугает? Меня в этом пугает, что у меня не будет возможности покормить свою семью. А что имеет в виду покормить свою семью? Что на что дома не будет? Этого, этого и так далее. Все, дойти до конца в этих вопросах. Всех вопросов дойти до конца. Записать себе, может быть, даже эти вещи. И, во-первых, мы увидим, что много напряжения спадает, когда человек говорит про это, думает, записывает. Это снимает какой-то, может быть, стресс. Во-вторых, плохо быть в состоянии сомнения, как бы туманности такого страха. И тогда этот страх должен быть конкретный. И то, что есть этот страх, это очень важная вещь. Одна из вещей, что мы поговорим об этом на следующих беседах, этого процесса, который происходит, это страх, который в мире находится. Мы поговорим про самопонятие страха и для чего он нужен и так далее. Но если страх, он не конкретный, то тогда нечего с ним делать. То есть, если человек все время остается в состоянии такой туманности и просто вот в этом неопределенности, вот в состоянии напряжения, и без того, что он себе как бы в нюансе объяснил, что конкретно он боится, чего конкретно он опасается, то это не только психологическое решение. Нам потом, у нас не будет ответа на этот вопрос. Если у меня будет конкретное, четкое описание, какие элементы страха у меня личность, чего конкретно я боюсь, то на эти вопросы конкретные есть шанс найти какой-то ответ с Божьей помощью. Я надеюсь, что мы постараемся, не знаю, там раз, два, может быть, больше, в зависимости от ситуации и возможности выходить в эфир, отсылать уроки, наши беседы выкладывать, в дополнение к тем урокам, которые были. Я желаю всем шаббат шалом. Без отношения мы шаббат, мы е нурам оба, как бы, да, это как и будущий мир, так у нас и трава в шаббат, и трава ранее в шаббат, если, да, так и, ну, чтобы мы набрали сил, действительно, сейчас это испытание, да, то есть мир, он выглядит одним способом, катится какой-то в одну сторону, пока еще не знаем куда. Шаббат, как бы, вообще не там. Это может быть испытание, которое у нас сейчас есть, и с бежевым помощью мы и в наших других уроках, где начали говорить про идею шаббата, то продолжим там, и вещи одна другую дополнят, сбалансируют. И до встречи в Иерусалиме. Шалом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok